всем привет друзья я уже очень давно хотел вам рассказать про свою живую изгородь вот я вам расскажу как ее стригу сколько лет какую цену мы ее покупали вот ну и вообще что с ней делать как поливать и прочее вот смотрите это у нас сорт самый быстрорастущий для живой изгороди считается сорт барабант есть сорт смарагд есть колумна еще из таких вот доступных по цене но с теми как бы сложнее колумна более узко растет и меньше ширину занимает сорт смарагд он более такое колонна видный вот но зато как бы и колумна и смарагд не требует ухода связано со стрижкой но сажать их надо ближе друг другу мы покупали тую в тринадцатом году вот в ноябре месяце будет 7 лет как мы высадили вот наш этот забор вот при этом мы покупали туют двух размеров то есть мы купили вот здесь конкретно для этого места купили тую крупную в горшках c3 вот это вот а вот это обратите внимание начиная вот с этого места и и далее вот это все это горшки p9 вот вы видите разницу крупную покупали за рублей за 500 по-моему тогда стоил горшок а вот эта мелкая рублей 25 или 30 или может быть 50 рублей был горшочек один мы купили 200 туй нам это вся процедура на 2013 год обошлась по периметру всего участков где-то в 25 тысяч рублей сажали мы их достаточно плотно на расстоянии где-то 70 сантиметров 75 посажена деревца друг каждого друга вот сажали без всяких дополнительных удобрений без чего-либо просто выкапывали лунку и туда окунали и все и смотрите с 2013 года не пропала ни одна туя причем даже самый первый год посадки все было хорошо конечно надо уделять время поливу и прочему ну вот вот так вот здесь у нас в этом году время в конце прошлого я проложил наконец тот капельный полив сделал теперь у нас включается есть по расписанию и поливается часа по два вот через каждые два-три дня в зависимости от погоды я включаю капельный полив ну вот хотите результат придется конечно вкладывать какие-то средства и в полив вот смотрите в этом месте у нас туя растет сложных условиях видите конкурент меня две березы заплетает вич виноград потихоньку наш дом надеемся будет все через какое-то время весь дом заплетет виноград вичи бананы пруд видите как видите толщины ствол видите вообще уже деревья вымахали вот кратко наша тропическая зона кому интересно смотрите подробнее отдельном выпуске есть возвращаемся к туям вот вы у нас на фасаде на фасаде посадили самые крупненькие вот они здесь тоже неплохо себя чувствуют идем дальше идем дальше видим что снова провал снова провал и снова береза и вот смарагд стоя смотрите какая как то есть марат отличается и возраст у них одинаков вот так это не сейчас выведется это туи смарагды тоже хорошо поднимаются чуть дальше вы увидите как это все поднимается у нас в зависимости по годам сброшу фотографии поищу найду несколько фото и покажу вам сейчас я вам как бы немножко покажу пруд теопата и дальше мы продолжим стрижку тут вы увидите инструмент которыми я пользуюсь биопланта будет как работать водичка прозрачная стала но уже сезон к отцу концу подходит замельчали уже листья мелкие пошли у нимфей цветов мало надо все выкапывать пересаживать питательный грунт готовится следующем году потому что в этом году сезон похоже уже для нефей закрыт классное средство передвижения по поселку вот я еще забыл сказать по поводу стрижки смотрите друзья конкретно эту изгрид свою в этом году если всего два раза по-моему даже беричина которая у нас внешнюю оборону держит по периметру и и чаще на встрече тяжелее чем брабан но надо быть готовым к этому также хорошо бы иметь качестве инструмента потому что все что работаете вы все всем инстриумны которые некачественно это доставляет расстройство этим инструментом работать неприятно неудобно и так далее вот смотрите еще вот вот видите здесь провал еще по ту и здесь у нас росла огромная черешня я попилил пару месяцев назад и распилил надоело мне наблюдать вот эти все провалы не не помогает ни капельный полив ничего что убрал черешню никто у нас ее особо не ест уже внутри участка у нас тоже есть немножко туй вот они растут сейчас я вам покажу тую у нас есть колонна есть есть интересный сорт называется туя зматик видите какой интересный плотная такая структура растет очень медленно надо попробовать размножить она вот смотрите туя колумна вот она выше моего роста уже растет очень узко сами понимаете если вы будете использовать колумна в качестве жилой изгороди то надо сажать чаще то есть это будет уж не 70 75 сантиметров надо сажать на на расстояние 50 но зато как бы особая ухода за ней больше и надо встречи надо и забор получите любую высоту на метрах 10 на на можете получить легко все время вот есть такая особенность нужно больше посадочного материала но смотрите с другой стороны я зашел дома забор нашел тут у нас видим наш бонсай сосна которые сосны обычно мы делаем ну вот смотрите как здесь неплохо туйки себя чувствуют там где никто не мешает и растений береза имеют вот смотрите подходим ходим березу березу у нас конечно очень большие выращенные из бруньки лет 15 броник убрал смольном петербурге очень быстро поливать но смотрите что происходит видите береза все провал берет жалко и ту и жалко при этом тоже эти полюшательный идет и береза среди них видите что получается в этом месте снова провал и что с этим делать не знаю наверно придется убрать эту березу я уже даже сюда поставил он и поливайку орошение видите на работает и включается там каждые 4 часа чтобы вот эту зону конкретно с провалом поднять они конечно поднялись в этом году очень прилично постока капельных привезел но хотелось бы конечно быстрее смотрите сейчас вам покажу как у нас первая линия обороны у нас беретина живая изгородь смотрите какой ширины вымахала вот наша беретина так выглядит видите как то есть вышел высотой человеческий рост вот она задерживает отлично пыль шум убирает первые взгляды ненужные вот так вот она у нас вокруг участка высажена именно величина очень многие люди так делают это удобно она очень живучая беретину и можно не поливать вообще ну конечно скорость бы как-то немножко роста цену на вполне себе отлично выдерживает и без полива взять для стрижки ту и брабант мы купили вот такой специальный аккумулятор инструмент смотрите какая штука я думал никогда не дождусь когда же мне надо будет сверху это подстричь ту и брабан смотрите как он делается раз выдвигается вот это наклоняется и пожалуйста вот вот Как ваши ощущения после работы физической? Тяжело, устал. Но аппарат хороший. Если бы дожди шли чаще, такого бы не было. Я найду обязательно фотографию, как это все выглядело в 2014-2013 году. И вы посмотрите, как, так, почему и зачем надо сажать растения уже сейчас. Потому что идет время, а растения растут достаточно быстро. Покажу вам. Найду все фотографии прошлого года, позапрошлого и так далее. И вы увидите, что зажайте растения и не ждите, когда они вырастут. Все будет достаточно быстро. Вот здесь пассифлора, видите. Цветет. У него плоды лошадисят, видите какие. Вот тут еще, видите. И вот маракуйя. Пассифлора. Вроде маленький. С тайскими ковшинками. Ну, а так вот выглядит наш сад. Доглотался пыли. В общем, такие дела, друзья. До встречи.